Заур Хасанович, здравствуйте. Здравствуйте. Огромное вам спасибо, что вы нас пригласили к себе, буквально в сердце кардиологического отделения. Скажите, вот мы с вами сейчас где находимся и что происходит буквально за этим стеклом? Мы с вами находимся в центральной клинической больницы. Она расположена у нас в Москве по адресу Будайская, дом 2. Здесь расположен центр сердечно-сосудистой патологии. Во всей нашей системе ЖД медицины помощи от Калининграда до Владивостока это является головным учреждением, где оказывают высокотехнологичную помощь пациентам по профилю сердечно-сосудистой заболевания. Очень важно понимать, что наша система построена так, что у нас нет выше, скажем так, структуры, до которой мы уже можем полагаться. Таким образом, это конечные станции для решения всех клинических вопросов и это отображается, в принципе, в функционировании этого центра. То есть этот центр выполняет весь спектр на сегодняшний день вмешательств, который, в принципе, проводится в Российской Федерации, да и, наверное, в мире. То есть человек с любой сердечно-сосудистой патологией может к нам обратиться и получит именно то лечение, которое, в принципе, на сегодняшний момент современное развитие медицины существует. Вот сейчас там происходит операция. Расскажите поподробнее, как здесь, потому что я журналист и я нахожусь в некотором таком трепете. Немножко поподробнее об операции. Это одно из самых частых операций, которые проводятся. Это операция по купированию, то есть по лечению нарушения ритма сердца, так называемая аритмия. Аритмией так или иначе страдает почти 40 процентов взрослого населения Земли. И если раньше аритмию лечили в основном препаратами, долго подбирали, не всегда, к сожалению, эффективно, то на сегодняшний момент у нас есть высокоэффективная, низкотравматичная, то есть это исследование, которое не происходит под наркозом. То есть, по сути, для пациента это как лечь к стоматологу на стол. Что-то под местным обезболиванием делают. Мы, соответственно, хирурги, специальными катетерами через крупные сосуды доходим до сердца и непосредственно в сердце находим ту точку, которая отвечает за аритмию. Делаем на нее воздействие или холодовое, или же тепловое. Таким образом, эта точка выключается из работы и пациент навсегда лишается этой аритмии, то есть она всегда вылечивается от нее. И самое главное в этой всей технологии то, что пациент на второй-третий день, по сути, уходит домой, не требуется никакой реабилитации, никакого там длительного восстановления. То есть, опять же, как после стоматологической процедуры. День-два какие-то ощущения, и все, и вы снова в строю. Я читала о центре, и очень много написано, что здесь проводятся действительно уникальнейших операций. Это какие? Для нашей системы РЖД-медицины мы делаем операции, которые не выполняются больше нигде. В частности, это операции на крупных сосудах. Допустим, это операции по поводу аневризмы, то есть, когда у нас главный наш сосуд, к сожалению, расширяется, и, соответственно, мы лечим его посредством специальных стендов, и таким образом вылечиваем этих пациентов. Также у нас делается так называемое высокоплотное картирование. Это самые сложные аритмии, которые невозможно найти обычным способом. Мы находим с помощью специального картирования, то есть мы изнутри видим сердце, видим его электрическую активность, находим эту самую точку, соответственно, лечим. То есть, на сегодняшний момент это является эталонным методом лечения во всем мире. А что позволяет такие операции уникальные производить? Понятно, что талантливые руки, но какое оборудование? Оборудование на сегодняшний день у нас стоит самой современной, которая возможна. То есть, клиника там условно, там, не знаю, где-то в Америке или где-то в Китае, в Пекине и у нас в Москве они абсолютно одинаковые по оборудованию. То есть, какого-то технологического отставания или прорыва у кого-то другого не существует на сегодняшний день. Это у нас на сегодняшний момент собраны в нашем центре все передовые, назовем их так, модальности. То есть, пациент с любой патологией может здесь получить именно то лечение, которое необходимо. Вот, допустим, сейчас, как я вам сказал, идет операция по поводу нарушения ритма сердца. Будет проведена так называемая криоаблация. То есть, это криобаллоном специальным. В определенном участке предсердия будет раздут криобаллон. Внутри криобаллона будет температура около 40-50 градусов ниже нуля. И таким образом этот баллон полностью выключает аритмию. Далее у нас пациенты сегодня идут на высокоплотное картирование. Это пациенты с желудочковыми нарушениями ритма сердца. То есть, которые вообще не поддаются толком никакому терапевтическому лечению. Будет высокоплотное картирование. Соответственно, пациенты будут вылечены. Если мы представим себе, все наши технологии можно разделить на несколько частей. Первое – это нарушение ритма сердца. Я о них подробно сказал. То есть, все виды аритмии, так называемые тахи аритмии, это когда быстро работает сердце. И бради аритмии, это когда он медленно работает. Соответственно, полностью мы можем вылечить. Второй – это огромный блок, это сосудистая патология. Здесь без ложной скромности могу сказать, что от головы до пяток во все сосуды, у нас есть доступ. То есть, если есть где-то какая-то проблема нейрохирургическая, кардиологическая, сосудистая, мы можем выполнять вмешательства. То есть, мы можем открывать сосуды, убирать атеросклеротические бляшки. Последние тенденции, мы их можем вообще срезать. То, о чем мы всегда мечтали, как-то почистить сосуды. Теперь это реальность. Мы действительно можем их чистить. И, соответственно, третий большой блок – это лечение онкологических пациентов. У нас рядом большой онкологический центр, также является головным центром во всей системе. И так называемая химиоэмболизация. То есть, мы с вами знаем, что такое химиотерапия, когда всех пациентов лечат. А это более прицельное, более точечное. То есть, мы подводим катетер к опухоли и непосредственно туда вводим химиопрепарат. Это позволяет, а, увеличить активность самого химиопрепарата. То есть, мы можем больше его ввести. И при этом уменьшить его токсическое воздействие на организм. То есть, мы вводим небольшую дозу, но непосредственно к опухоли. И опухоль получает достаточно большую дозу химиопрепарата. При этом, сам организм получает достаточно маленькую дозу. Таким образом, совмещается очень хороший эффект, как точечное воздействие, так и снижение токсической активности. Это, наверное, три основных блока, чем занимается центр сердечно-сосудистой патологии. Пациенты ваши – это железнодорожники только? Скажу так, это даже не большая часть их железнодорожники. В основном, это пациенты, которые получают у нас лечение по двум направлениям. Это обязательно медицинское страхование. То есть, тот самый полис, который есть у всех граждан РФ. Но это, соответственно, услуги на основе страховых компаний, или когда пациент за свой счет проходит у нас лечение. На сегодняшний день наш центр признан не только в нашей системе РЖД, но и, соответственно, в России, так как в том году у нас был специальный госзаказ на высокотехнологическое лечение, так называемое лечение, которое люди получают в условиях федеральных центров. То есть, мы проводили весь спектр вмешательств, которые проводятся пациентам во федеральных центрах. То есть, на сегодняшний день мы не только ориентированы на железнодорожников, но и ориентированы на пациентов, на обычных пациентов граждан РФ, которые по полису ОМС могут получить бесплатную помощь в нашем центре. Расскажите о коллективе. Сколько людей? Наш коллектив у нас стал формироваться с 2008 года, когда ваш покорный слуга возглавил отделение. За это время у нас мы пытаемся активно развиваться. Себя хвалить, конечно, нельзя, но я попробую. Соответственно, с 2008 года мы являемся постоянными представителями на всех крупных российских, мировых, европейских конгрессах. Наши доктора являются спикерами, наши доктора являются так называемыми прокторами. Это что такое? Это доктор приезжает в другую клинику и рассказывает, как с новой технологией надо обращаться к врачам и пациентам. Соответственно, у нас в нашем центре две кафедры располагаются. Российского института дружбы народов, с которым мы тоже активно сотрудничаем. Одну из этих кафедр по сомнительству я возглавляю. И эта кафедра первая в России, допустим, получила сертификат на обучение по новой специальности рентгенхирургия. За это время мы подготовили порядка полутора тысяч специалистов по всей России. Так что нас знают, к нам обращаются. Мы, соответственно, тоже стараемся свои знания передавать. Также за это время подготовлено два доктора меднаук и 14 кандидатов в медицинских наук по различным профилям хирургическим. То есть мы не сосредоточимся только на практической медицине. Мы еще активно занимаемся наукой. И вообще мое глубочайшее убеждение, что на сегодняшний день невозможно заниматься только чем-то одним хорошо. Если вы действительно профессионал, если вы действительно стараетесь быть лучшим в этом деле, вы обязаны совмещать как теорию, так и практику. Вот по вашему опыту, мы, граждане нашей страны, как относимся к своему сердцу? К сожалению, мы, наверное, не на должном уровне к нему относимся. Это, на мой взгляд, связано с таким феноменом, как опыт. Мы с вами все с каким заболеванием сталкиваемся с самого детства? С простудным. И поэтому со временем привыкаем, вернее, хотим верить, что все заболевания будут протекать к простудным. То есть это 5-7 дней, это немножко чем-то полечился, а можно даже самому полечиться, и все пройдет. Сердцами, сосудами, к сожалению, ровно все наоборот. Сердце и сосуды не болят, никак о себе не дают знать. А когда дают знать, к сожалению, это обычно далеко запущенные формы. Поэтому очень важно после 40 лет, как вот ходят люди к стоматологу, как женщины ходят к гинекологу, как мужчины ходят к урологу, точно так же ходить к кардиологу, чтобы он оценивал вашу сердечно-сосудистую систему. Есть ли там какие-то нарушения и требуют ли они коррекции. Самое сложное, мне тоже даже как обывателю понять, что нужно куда-то ходить, когда ничего не болит. Это тяжелее всего. Но тут нужно понимать, когда заболит, это как зубом. Когда заболел, все уже плохо. Зуб надо сверлить, а может даже вырывать. До этого лучше не доводить. То же самое с сердечно-сосудистой системой. Заур Хасаныч, что вам позволяет столько лет, вы столько лет работаете, вы занимаетесь сердцем, что вам позволяет любить свою профессию? Ну, это, наверное, досталось мне от отца. У меня отец был видным кардиологом России и Европы. Он мне привил с детства любовь к врачеванию. И, соответственно, я, в принципе, себя никогда нигде не видел, кроме как врачом. В момент, когда моего становления как врача, к этому времени вся основная кардиология из терапевтической части пришла в хирургическую. Ну, я, соответственно, пошел за последними введениями и тенденциями и стал таким интервенционным кардиологом. То есть кардиологом, который лечит не только терапевтически, но и хирургически. Ну, это, знаете, как любовь всей жизни. Это твоя профессия. Один раз и навсегда. Один раз и навсегда. Самое главное, что это в любовь всегда взаимно. Мы действительно получаем огромное удовольствие. Это не пустые слова. Когда прошел хороший хирургический день, когда ты помог пациентам, ты выходишь и понимаешь, что день ты прожил не зря. Это действительно удовлетворение от работы. Это действительно очень важно. А как вы успеваете все? Процитирую, наверное, профессора Преображенского, который сказал, успевать везде тот, кто никуда не спешит. Заур Хасанович, вам огромное спасибо за вот эту любовь к своей профессии, за то, что спасаете жизнь, за то, что уделили время нам. Огромное спасибо. Спасибо вам огромное, что приходите, что нашим зрителям рассказываете о том, насколько важным делом вы и, соответственно, мы с вами вместе занимаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА